Здравствуйте! Меня зовут Игнатова Елена. Я работаю психологом в 5-й гимназии города Сергиева Посада. И сегодня я хотела бы поговорить с вами о том, как правильно выстраивать общение с подростком. Мы все слышали о том, что подростковый возраст — это очень сложный, кризисный период. Именно в это время особенно проявляются трудности в общении родителей и детей. Ко мне на консультацию, как к школьному психологу, очень часто приходят родители, которые находятся в недоумении от того, почему поведение их ребенка очень изменилось, и не действуют какие-то привычные способы общения с ним. Почему подростковый возраст считается таким трудным, и почему возникает этот протест? Во-первых, это биологические причины. Происходит гормональная перестройка, и в поведении ребенка возникает раздражительность, перепады настроения, конфликтность. Перестройка происходит и в психологическом плане. Самое важное для подростка становится стремление к самостоятельности, стремление, чтобы его признавали как личность, как взрослого человека и относились к нему как к взрослому. Если же родитель препятствует этому ощущению взрослости и не признает взросление своего подростка, тогда отношения, конечно, будут портиться и не удастся найти взаимопонимание. Если же родитель принимает взросление, отношения налаживаются. Как можно это делать? Как можно принимать взросление? Ну, например, можно делегировать какие-то полномочия ребенку, которые до этого у него не было. Это может быть что-то связано с семейными делами, с бытовыми. Например, не уборка собственной комнаты, а что-то, что поможет чистоте во всем доме. Или, допустим, не чистота, а приготовление завтрака, составление списка покупок. Ну, каждый разберется. Главное, чтобы ребенок чувствовал, что это из-за доверия, из-за приобщения к семье, и потому, что он уже может это выполнять так, как повзрослел. В каких случаях еще может быть недопонимание между родителями и подростками? Часто подростки сопротивляются правилам, нарушают дисциплину. В таких случаях вообще, когда подросток находится в эмоциях, свои мысли доносить практически бесполезно до него. Нужно подождать, пока он успокоится, и в более спокойное время, утром, например, снова завести этот разговор, сказать о том, что вас беспокоит, что вы чувствуете, и о чем вы можете договориться в этой ситуации. Кстати, дисциплину нарушают часто подростки из-за избыточной энергии, которой им некуда деть. И если вы поймете, куда вы можете еще направить энергию своего ребенка, ему это поможет. Для кого-то это будет творчество, для кого-то спорт. Когда подростки экспериментируют со внешностью? Родитель тоже очень тяжело справляется со своими эмоциями, и возникает конфликт. Почему подростки это делают? Дело в том, что они хотят выделиться, хотят показать, чем они отличаются от других. И самый простой способ – это, конечно, изменение во внешности. Происходит это часто от неустойчивости самооценки подростка. И внешность – самый легкий доступный способ что-то изменить. Потому что именно ее они считают виновницей каких-то своих трудностей, например, в общении со сверстниками или с противоположным полом. С подростками сложно всем. И всегда нужно помнить, что это только период, который пройдет, и вы будете со своим ребенком настоящими друзьями. Более того, нужно помнить, что это очень хороший период и интересный для родителя, потому что можно больше внимания уделить собственной жизни и собственным интересом. Субтитры создавал DimaTorzok